Еще несколько слов по поводу вязания в то время, когда ты ухаживаешь за ребенком и когда у тебя появился малыш. Я вот, например, не очень люблю вязать какие-то большие масштабные вещи, кардиганы, кофты. Мне нравится что-то более миниатюрное. Например, если вы зайдете в Инстаграм или ВКонтакт в профиль моей творческой мастерской, вы увидите, что там в основном подушки, носочки. Мне нравятся такие небольшие элементы, предметы, где можно тоже развернуться с фантазией, отработать техники, отработать узоры и так далее. Вот когда только родился Егор, я понимала, что я, ну, практически, я очень много времени, конечно, проводила в кровати. Я обустроила себе все так, чтобы мне было как можно реже нужно было вставать. У меня еще было кесарево сечение, поэтому как-то мне первое время, конечно, все давалось достаточно большим трудом. Там все болело, болело, как бы, живот, шов. И я оборудовала себе уголок Егора в кровати. У меня там лежала клеенка, пеленка, салфетки, водичка, все, 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 бамперсы, все, что необходимо, так аккуратненько. Можно сложить какую-то корзиночку и поставить рядом с собой. В общем, все необходимые мне вещи у меня, в принципе, были под рукой. Мне не нужно было вставать, идти, допустим, там куда-то в ванну или в другую комнату, чтобы это все взять. И я вязала. Первое, что я связала, когда родился Егор, это был пледик, где-то метр на метр. Вязала я его спицами. Кусочек этого пледика есть в инстаграм. Там такое сердечко Егор написано на нем. Вышито. Ну, коряво вышито, конечно, но я не умею особо вышивать. Но мне хотелось бы что-то такое в таком каком-то стиле а-ля Боха. Он очень любит спать под этим одниялком. Прям оно дышащее такое, с хлопковых ниток я его вязала. Потом, со временем беременности, после того, как родился Егор, я связала пару шапок своим сестрам. Связала своей тете комплект, снуд и шапку. Вот сейчас я принялась за... Ну, перед этим была конкурсная работа на вязальный марафон, на отборочный тур. Митунит. Сейчас вот шапочки. И хочу еще что-то вязать именно для Егора. И мне кажется, эти маленькие вещи, если человек любит вязать, то вполне хватит времени на какую-то небольшую такую вещь. Не нужно замахиваться, мне кажется, на какие-то глобальные проекты, если не чувствуется в себе пока еще сила за них браться. А вот какие-то такие небольшие, тем более, мне как-то наоборот хочется, чтобы Егор ходил в моих связанных вещах, да, которые связала ему я, его мама. Мне кажется, здорово. Их можно потом оставить тоже на память, на какую-то... Вполне это прикольно. Меня это вдохновило, честно говоря, да, вот вязать какие-то крохотули именно для него. Хотя в планах есть уже задумка. Я придумала модель, ну не то, что модель прям, но придумала кардиган. И вот сейчас жду продолжение марафона. Мне интересно очень, конечно, какое будет следующее задание. Мне кажется, однозначно будет задание в свитер с кокеткой. Однозначно, мне кажется, будет задание на какие-то снуды, шали, да. Ну вот что-то такое. Мне как-то видится это все так. Еще хотела такой дать совет мамочкам, именно мамочкам. Так как хронический недосып после рождения ребеночка, будьте, пожалуйста, аккуратнее в своем творчестве. Очень аккуратно. Вот одной из последних моих рукоделий закончилась травмой пальца, да. И я понимаю, что, скорее всего, я ухитрилась это сделать именно из-за отсутствия должной координации движения, из-за недосыпа. Недосып, конечно, вещь очень такая серьезная, да. Но на ней тоже не стоит зацикливаться, потому что вы должны понимать, что если нет возможности изменить ситуацию, то нужно изменить отношение к ней. Ну вот ничего вы не сделаете, если только кому-то не преддадите свои полномочия мамы со своим недосып. Ну вот как бы, ну вот как-то так. Да, но это пройдет, девчонки, обязательно пройдет. И так же, как вот я могу сейчас сказать, что после кесарево сечения я думала, что ну прям капец, но все болит, все ужасно. И вообще кошмар, кошмар. Сейчас я уже не помню об этой боли совершенно. Так же, как девчонки, которые рожали естественным путем. Это тоже очень болезненный процесс, да. И все говорят, что через какое-то время ты уже забываешь совершенно об этом. Я думаю, многие из вас со мной согласятся. И недосып этот тоже когда-то пройдет, и наступит время сна, да. И я желаю, чтобы это, конечно же, наступило побыстрее. Чтобы ребенок дал полноценно спать ночью. Всем желаю. Мы пока еще только идем в направлении. Он еще просыпается посреди ночи, просит кушать. Ну вот так. А еще, что касается рукоделия в тот период, когда у вас родился ребеночек. Вот, например, когда я была беременна, да, еще, мне как-то особо не хотелось вязать. Я связала одну кофточку. У меня было тогда вдохновение сшить ему лоскутное одеяло. У меня была тогда задумка. Я вдохновилась в интернете на это все дело. Когда-то в свое время я закончила курс лоскутного шитья. И я ползала по полу беременная, с большим животом. Составляла эти квадратики. И, в общем-то, я успела шить это одеяло к рождению Егора. Потому что, когда живот на самом деле был не очень большой, мне казалось, что у меня еще уйма времени. Я вполне себе так осилю все свои творения. Я хотела, может, шить еще конверт на выписку, так и не сшила. Связать какие-то там вещички на первое время тоже не связала. Потому что потом уже было, честно говоря, тяжеловато. Когда нужно было... Как-то тогда свалилось очень много различных дел. Более серьезных, чем вязание. Хотя что может быть серьезнее, чем вязание рукоделия. Ну, может быть. Что-то может быть. И, к сожалению, как-то я думала, что у меня есть еще время. А оказалось, его нет. Еще хотела показать нашу очередную посылочку с Алиэкспресс. Пока стою в пробке, можно это сделать. Это вот такой сет бодиков. Да? Первый я вам показала. Вот этот. Второй. Такие симпатичные монстрики. И вот третий. Тоже за какие-то сущие копейки, честно говоря. Качество очень хорошее. Очень хорошее качество. Такой очень мягкий трикотажик. Надеюсь, он тоже особо не вытянется. Единственное, что-то сейчас смотрю. Вот там сейчас 4 месяца. Мы носим одежду. Еще раз вам покажу. Мы носим одежду на... 6 месяцев, да? 68-й размер. Вот это я заказала на 9 месяцев. Ну, как бы запасом. Потому что мы все знаем, что на Алиэкспресс очень много маломерок. Ну, не знаю. Ну, вроде как, не особо, конечно, такой большой. Но я очень надеюсь, что летом будет там как раз. Так что я очень довольна. Тоже ссылку вам оставлю внизу в инфобоксе. В общем, берегите себя. Любите себя. Выделяйте на себя любимую и на свои любимые увлечения время. И все будет хорошо. Верьте в это. И так оно и будет. Я желаю вам всем удачи, успехов. И всем пока.